слушай если говорить про любовь вот скоро там придет 14 февраля день святого валентина я не знаю кем был валентин но вдруг почему-то все в этот день заговорили о любви потом все будут говорить 23 февраля мужчинах 8 марта женщинах вот смотри получается такая череда казалось бы любовных дней подарков отношений так далее наш опыт показывает что человек вообще не знает что такое любовь более того подмены настолько велики в его подсознание что человек заменяет любовь подарками и мужчины даже сами говорят женщинам что если мужчина любит то он решает ваши проблемы если мужчина любит он дарит вам подарки если мужчина любит мой зайчик весь костер если мужчина любит то он вам обеспечивает все условия для существования вам работать не надо и так далее как виза мином материальный мир да 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 везде подмена везде идет подмена везде подмена где любовь а любовь а где Любовь, когда ее даже к детям родным нет Да, на самом деле Когда даже К детям Любовь к детям заменена на то, что я тебя выкормлю Выращу, позабочусь, дам образование И ты потом должен меня досматривать В старости, вот это цикл жизни Человек Смотри, есть прописанность Вот в такую-то дату делаем это Вот в эту дату делаем это То есть, смотри Полная Компьютеризация То есть, прописывание цифрами То, что тебе надо делать А Где ты сам? А где твое желание? И тогда И тогда просто возникает Смотри, 8 марта Или вот день Валентина Будут все повально нести цветы Бизнес цветет Подарил цветы, на следующий день уже Что можно Блин Кричать там Или что там Ругаться Что угодно, да Ложь 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 Прописанная цифрами Да Если посмотреть на календарь То все праздники Религиозные Тоже прописаны Но А как ты вот этого человека Который вынес ответственность на все Хоть как-то удержишь В каких-то Какими-то рамками Рыбанами Да Очень хорошо привязать по дням Да Сегодня ты в этом стоиле Завтра в этом Завтра в этом Иначе стойло разбежится Представляешь? Да Удержание под задачу И бизнес под задачу Бизнес Делай что хочешь с этим стойлом У Марты уже сколько цветов выращивается Да Местных уже с Голландии не надо привозить Санкции Да Местные бизнесмены Слышала, что я сказала И делай что хочешь с этим стойлом Да Так оно так и есть на самом деле Человек не хочет думать головой Но он же вынес ответственность на все Он же не может цветы принести Просто вот Потому что у него внутри Повозникло чувство Нет, это чувство надо спрятать Чтоб никто не увидел И дай бог Потому что иначе на меня оно плюет Ну, пардон Будет исполнено Да А вот уже здесь Тут уже никак не отвяжешься Уже надо Праздник, блин, придется Некоторые даже только вечером уже ползут Ну, надо же, все равно что А на самом деле Целый день У каждого человека бывают состояния Когда бабочки цветочки Да, да Открой это Открой это состояние Открой Да не думай ты о том Что тебя там где-то Когда-то могут обмануть Или не так поймут Блин, ты в этот момент счастлив Ты раскрои свое счастье Но неужели ты думаешь Если ты счастливо подойдешь к зеркалу Зеркало на тебя плюнет Да Зеркало будет Ты будешь видеть счастье Ну, так наслаждайся этим Ты знаешь, зеркало может плюнуть В одном случае Если у тебя есть страх Что оно на тебя плюнет Так вот Будет исполнено Будет исполнено Тогда будет исполнено Естественно Если у тебя эта херня есть Ты перед тем, как встречаться с девушкой Разберись вот с этой херней Да, да И тогда ты встретишь ту девушку Которая действительно будет тебе И хорошей женой И матерью твоим детям Да И тебе не надо тратить время На плюющих пустышек Потому что это же ты запрашиваешь плюющую пустышку Да Кстати, да И тогда у тебя не будет цели Заработать деньги Чтобы купить любовь Да А у тебя будет просто Ты будешь Наслаждаться жизнью И у тебя все будет идти в гармонии И любовь И деньги И возможности И успех Все будет идти Смотри, какая подмена сейчас у молодежи А я когда смотрю на нее Мне немножко горько становится У меня-то У тебя дочка уже старшая замужем Да И у меня сын старший женат А подрастают же средние и младшие Да И когда смотришь Что навязывается стереотип сейчас Молодежный Любую соцсеть открой Мужчина Я в 23 года купил свой первый Мерседес А я тут заработал А у меня тут куча давалок Телок И так далее Это о любви Это о разуме Это о искренности О честности в отношениях И так далее Нет Вы хотите, чтобы у вас на этом был крепкий брак Чтобы у вас были здоровые дети Чтобы у вас не было измен Когда здесь направо и налево И женщины, и мужики заявляют Что брак без измен невозможен И так далее Все мужики меняют Это я вообще когда слышу Я понимаю Насколько это больные травматики Которые вообще не знают Что такое искренность И что такое любовь Вообще То есть у них Любовь заменена на секс На деньги На что угодно Продажные твари И они уже дышат этим Они пульсируют Ну естественно Они это имеют в жизни Конечно Да И они этому же учат своих детей Впитывают Впитывают, да Да, да И их дети потом А детям же больно Чистый свет потом Как напитается этого дерьма Ему больно Да, да А эти дети Про которых ты сейчас говоришь Где они это взяли? У родителей У родителей Либо Родители их выпихнули Ответственность И дети То есть не обращают Внимание на них Вот так же Как мы говорим Возьмите И дети То есть нет общения Между детьми и родителями Именно вот этого чистого И дети питаются Из внешнего То есть интернет И вот это все Все Тут других вариантов Никак И поэтому В 23 года Да и не в 23 А и раньше И позже Это дети Недоразвитые Которые впитали То, что На чем Росли Да Да, да, да Которых не Нету разума У родителей Не дали им любовь И не показали Какими могут быть отношения Подмены, ложь И вот эти подмены И ложь Идут в семью Идут в отношения Ложатся изменами Да, да А когда ты Питаешь своего ребенка Любовью И все делаешь из любви То этот ребенок Он будет совсем По-другому расти Он будет Он будет и в интернете Он будет все видеть Но у него внутри Ценность себя Своей жизни Во-первых Во-вторых Он тогда и в интернете Исходя из своей ценности Он не будет Ему неинтересно Будет смотреть Вот на это Ширпотребное Он просто не будет Ему это неинтересно Он будет смотреть То, что ему надо Для его роста Для его развития Да И тогда отношения Будут строиться На чувствах Да И тогда Если возникает Какой-то конфликт То этот конфликт Проговаривается Решается Опять-таки Из чувств Из любви И так далее И тогда сложные периоды Те, которые психологи Сразу заметили Писали Вот люди поженились Потом у них будет Сложный период Если они не могут Забеременеть Либо если они родили Там до года ребенку А потом у них Сложный период Там будет Через 7 лет Потом Следующий Не ценят Пока я дошла до того Я сама себя не понимала И сама себя не ценила И вот только моменты Когда уже полностью видишь В нем свет И понимаешь Если ты меняешься То у него нет шанса Не меняться Просто дай свободу И человек все равно Будет двигаться Вместе с тобой Дай свободу ключ Дай свободу ключ Дай свободу То ты себе даешь Тогда свободу Тогда себе даешь свободу И смотри На самом деле Вот против этих прописанных Да Я еще когда маленькая была Я Сейчас вот я вспоминаю Скорее всего Я начала ловить В каком-то возрасте Детки шловят Про то что Когда там люди умирают В каком возрасте Да И скорее всего Так же было Где-то среди моих родителей Где-то я слышала Там кто-то умер Ну там 70 лет Вот мы там 80 живем Я помню свое Я это слышала У меня страха не возникало Но я произносила А я говорю Буду жить 150 лет Мама моя помню Ну-ну конечно Ну и хорошо И молодец Будешь жить Папа Ну хорошо было бы так Да А я буду Смотри И у меня это Это знаешь Тоже против прописанного У меня шло Как Как конкретно Не протест А как знание Я же хозяек Я решаю Сколько я буду жить Я хочу жить 150 лет Потом еще Тоже я маленькая была Нервные клетки Не восстанавливаются И я это часто слышала Вот допустим Там где-то Мама переживает Там или Какие-то между ними Между собой Там разговоры Стычки Не стычки А ссоры И нервные клетки Не восстанавливаются А я говорила А нервные клетки Восстанавливаются Смотри Вот сейчас Это говорят об этом Да Наука А я тогда знала это Я просто знала Внутри это Вот он ребенок Несущий знания Но его Закрывают Родители закрывают А все-таки Что-то осталось Благодаря родителям Насколько важно Детей Научить любить Да Научить благодарить Да Себя благодарить Ведь когда мы говорим О себе Любить себя Благодарить себя Ой эгоист Ой ты такой Ты вот научись Папе с мамой Спасибо говорить Да Пока он не говорит Спасибо себе Он и им говорить Будет не искренне Пока он не любит себя Он и их не будет любить Искренне То есть его надо Развернуть к себе Научить Убирать за собой Вот этот мусор Эмоциональный Разобраться Как Как он включает Через свои эмоции События в своей жизни Как он подключает Сюда в игру Других людей На каких частотах Вы взаимодействуете После этого Неосознанного подключения И так далее Когда ребенок Это научится замечать А вот этому Учить надо Конечно Когда им придет в школу Чуть позже Придет в школу Я насчет этого Хотела сказать Сегодня тоже Вот ты видишь Придет Он придет И просто невозможно Не прийти Если бы уже Наши книги Преподавали в школе Я абсолютно Это говорю серьезно Уже Дети впитывали бы Любовь Даже как для Внеклассного Чтения литературы Уже Да Уже Мало того Учителя Впитывали бы И Ты знаешь Половину бы Тех учителей Которые работают сейчас Они бы не работали Учителя Но вместо них Пришли бы другие Искренне Действительно С интересом Люди В которых Есть вот этот Бог Вот этот свет Которому Интересно Делиться И с детьми Делиться Рядом с ним Дети С детьми Да Ну как детьми Взрослыми детьми Но ему Подростки Да Вот Моя Лерка Твой я Дима Да Он проводит Он проводит Он с ними Действительно Искренне Наслаждается Он не учит Там чему-то А он с ними Вот прям Наравне С ними Кайфует Как они все Тянутся К нему Это его Такой талант На самом деле Который он Не раскрыл В себе Да То есть Где папа Папа со всеми Детьми Да 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 И он же Кайфует И дети Кайфуют Да 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 И это у него Искренне Настолько Я последнее время Просто стала Ему это говорить На самом деле Он Просто не раскрыл Свой талант Не реализовал Его Не реализовал А на самом деле Это просто песня Когда вот Возле него И ведь много таких людей Которые в своем деле Да Вот ты Возле него Ты просто чувствуешь Как родник журчит Есть же такие люди Возьми учителей Которые действительно Как свет Вот этот Им интересно Там историю преподавать Или русский Вот Которые Которые действительно Бог в этом деле Да Дети же будут Разину фрты слушать Они будут Как живой Родник впитывать Они на этот урок Идут с удовольствием А когда приходишь На урок Где учитель Бурчит Лишь бы отделаться Лишь бы Вот так сказано Так и делайте И не объясняет Ну где же ты Ребенок тухнет Возьми врачей тоже Докторов Медицину Да где угодно Если человек В этом Бог Он несет Божественную силу Он несет Вот этот ресурс Он несет свет Ты возле него Напиваешься Родниковой Живой воды Во всем Абсолютно Во всем И мы Каждый человек В нас есть Таланты В которых Мы просто Поем Мы боги в этом Но мы Закрыли В себе И мы считаем Обесцениваем Мы считаем Что это Ну это так Это где-то Вот там Туда Мне надо бежать Туда Там деньги Там Там Потому что там Сказали Что там Хорошо Блин Да расцветит Ты же станешь Просто вот Ты расцветешь Тебе будет Все Весь мир будет Тянуться к тебе А смотри Какой вывертыш Интересный Произошел Чувства Они должны быть Проявлены В материи Они должны быть Проявлены В объективном мире А они здесь Полностью проданы Полностью Подменены На деньги Человек Променивает Любовь на деньги На материальное благо Человек Интерес Променивает На материальное благо Человек Внимание Направляет Только на материальное благо Да Деньги 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 Да Полная подмена Полный вынос Да А на самом деле Вот это Именно часть Где интерес Должен соединиться С вниманием И с чувствами Он получается Идет на подмене И подмена Смотри какая Мощная подмена В психике Мощная часть психики Интерес Внимание Да Чувства Целый букет А в материальном мире Деньги И в то же самое время Дай человеку много денег Вот смотри Сегодня любому человеку Он говорит Вот был бы у меня миллион Я бы там Весь не перевернул Дашь тебе миллион Что он сделает? Матрас положит Все 90% людей Мы даже на тренингах проводили Помнишь эксперименты Те которые делали Когда говорили людям Вот проживаете момент Вам приносят чемодан денег Что вы с ним делаете? Половину людей Не половину Там какая-то часть Отказывалась Часть прятала под матрас А вот так Чтобы взял и начал пользоваться Зависание не на что Пользоваться не знает А растратить еще вариант Легко Разбросит Но при этом Остановит свое развитие Вообще Раздать Раздать То есть вот Как знаешь Мне дай миллион И мне уже больше ничего не надо И все У него стопак Он раздал Распылил Разбросал И сам на кладбище Да Да И кстати Этот же результат Показывают люди Которые повыигрывали Большие Да В лотерею В лотерею Как правило Шанс Получи А он его Они Они Либо разбазарил Либо положил Под матрас Под матрас Если ложит То теряет Все равно Теряет Пропадает Кто-то ворует Там или что-нибудь Да Теряется Все Потому что Это то же самое Как я На каком-то подкасте Тоже говорила Про Разучились мечтать Разучились создавать Это равно Да Да Человек не позволяет себе Не позволяет Потому что Не любит Себя Не ценит Себя Не принимает Себя Блин Пошла Каждый раз Да Мы каждый раз К этому приходим Да Целостность Целостность Человек Разбазарил Себя Не любит Не ценит Разбросал Размазал По зеркалу И вынес Ответственность На зеркало Как кто-то У нас был Говорил Я смотрю На себя в зеркало И ругаюсь Или что-то там Ненавижу себя А ненавижу себя Что-то Что-то такое Блин И мне пишут Чтобы я сказала Ну если ты себя ненавидишь Давай стань к себе задом И покажи жопу Ну слушайте Детский сад А кто должен За тебя Избушка Избушка Повернись к лесу Задом Ко мне передом Слушай Кто из нас Должен включить мозг И разобраться С собой Чтобы в зеркале Полюбить себя Кто должен Перестать лгать И увидеть Где врет И понимаешь И человек пишет Ну порекомендуйте Мне еще что-нибудь Давайте я себе Жопу покажу Давай Ума от этого Не прибавится Уже казалось бы Элементарно Да Но все равно Давайте я вылезну Чтобы еще себе Наврать И еще наплевать Свой собственный колодец И еще скажет А как я могу В зеркало Другой Говорит Если я Несчастлив Ну все Как это Печать сургутная Несчастлив Это как Вот На стриме Когда мы говорили Там человек написал Что ненавидит Свою семью Да И я просто Почитала фамилию человека Я знаю этого человека Ну как знаю Была консультация Когда-то И я помню Рекомендации Там Это все всплывало Там заявка Была крайне необычная Там когда заявка Прочитала Сразу волосы Зашевелились Да И понимаешь Я понимаю Что вот прошел год Там А ничего не изменилось Та же злость И более того Та же злость Агрессия Ненависть к себе Неприятие мира Вы мне должны Каприз такой Я топну ногой Весь мир мне должен служить С хера ли вы мне Не служите Козлы Вот Вот это состояние И понимаешь И оно не изменилось За год Если Тогда Когда тебе дали Возможность Его изменить Дали практики Сказали что делать Убрали информацию Помыли Тебе дали новый день Тебе дали новый день Вот Не с него И начни заново А человек мало того Что насрал Так насрал больше Чем было до этого И я тогда Зависла на человеке И сказала что Когда болит голова Гильотина Только может помочь Да Рубанула ты тогда Смачно так Ну ты знаешь Это из тех случаев На самом деле Но это не про самоубийство Это не про что-то Оказалось Человек на самом деле Болит голова А вот А она не может Не болеть Когда столько Ненависть Конечно Ведь первое Что рушит ненависть Это кровеносную систему Бьет по сердцу И по кровеносным сосудам Кровеносные сосуды Боль легче всего Где вызывают Головную Либо потом Начинают отключать Внутренние органы Но это физиология Ты от этого Далеко не убежишь Это твое тело Ты уже Обосрался настолько Что ты просто Рушишь свое Физическое тело И твое тело уже воет И через боль Говорит Я больше не могу И А ты что За человека будешь С человека Постоянное говно Будешь убирать Нет Научись не обсираться Смотри Не инвалид же Не инвалид А смотри А к чему идет Туда идет Прямо конкретно Нет я хочу быть Инвалидом Ну идет Я хочу быть инвалидом Но там идет еще И отказ от жизни Отказ от жизни Это Обесценивание жизни Даже не отказ от жизни Обесценивание жизни Но обесценивание жизни Вот в данном случае Уже на такой стадии Распыления Это вообще вылет из энерго Из инфраструкции Просто за кем Убирают говно Да За лежачим За лежачим Да Вот А человек этого не видит Что он Себя именно туда Что в психике Он уже стал лежачим Да Да Теперь осталось Чтобы это перекинулось На физику Да 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 И мы с тобой начали С любви Праздников А это про любовь к себе Праздников Да И закончили За упокой Потому что какая любовь Такой и у покой Да Потому что если есть Искренняя любовь То человек сам выбирает Сколько ему лет жить И в каком теле Да Мы с тобой к этому пришли Да Да Бессмертие в теле Реально Реально Если человек осознан Тело смертно Если человек не осознан Все Психика смертна Если человек не осознан Чем более не осознан человек Тем более смертна психика И тем более смертна тело Все Прямая зависимость Робот-автомат Живет ровно по программе Столько сколько отведен Ровно по программе Обсирается ровно по программе, заливает рот и карму, ровно по программе, создает следующую жизнь в течение текущей, ровно по программе перетекает и дальше идет по программе. И это программа затухания по конусу, по математике конус. И все, до вылета из инкарнационного цикла. И данный индивид заканчивает свою деятельность. Сейчас COVID это дело очень классно подсвечивает и помогает многим закончить сейчас инкарнационный цикл. Потому что уже людей нет. Да, почистить. И это факт. И ты ничего с этим не сделаешь. Да. Если по образу и подобию брать, то идут осознания еще глубже и глубже. А если есть любовь? Что такое любовь? Вот давай вспомним эту даосскую схему черное и белое. И там есть кружочки. Вот если черное и белое, как оно течет, уже из наших книг народ-то понял, да? И плюс даосские там, наверное, какие-то объяснялки есть. Что такое эти кружочки? Вот что они могут значить? Это значит, что в тьме всегда есть свет. И мы, когда разговариваем с тьмой, если мы переходим, возьмем сатану, теневую часть, мы что от него чувствуем? Любовь. Любовь. Жизнь. Любовь как жизнь. Тепло жизни мы чувствуем. И любовь мы чувствуем жизненным теплом. Да, да. То есть у нас конкретно идет любовь как жизнь. Да. Если мы берем черный кружочек, во дне у нас что давлеет? Страх. Страх. Вот он, черненький кружочек. И таким образом в дне у нас будет страх, а в ночи у нас будет любовь и жизнь. Любовь. И сатана нам присылает любовь, а день отправляет сатане результат страхов. Да. И все больше и больше. Плотнее и плотнее. Плотнее и плотнее. А научись, чтобы ты туда и туда посылал любовь, и вот твое бессмертие. Вот твое бессмертие, вот твое бесконечность, и вот твой баланс, твоя целостность. Да, это про целостность. И тогда осознан на ночь и тогда осознан день. Когда осознан на ночь и осознан день, ты сам выбираешь, что ты делаешь днем и что ты делаешь ночью. Да. И сколько времени тебе надо провести ночью, сколько во днях. И ты благодарен тогда ночи за то, что именно ночь тебе показывает, что в тебе сейчас преобладает, и благодарен дню, потому что именно днем ты можешь в себе это удалить, трансформировать. Трансформировать, прожить, осознать, и спать и завершить. И вот эта благодарность. Целостный цикл. Целостный цикл. Но это все про себя искреннего. А смотри, ведь этот, на самом деле, вот эту целостность можно наложить абсолютно на все. На мать и дитя, на жизнь, на отношения. Вот везде вот этот баланс, когда ты осознаешь благодарность всему абсолютно, что с тобой происходит. Ты полностью выстраиваешь себя в гармонии, в целостности. Да. Да, и тогда для того, чтобы продолжалась жизнь в здоровом теле, надо просто прийти к себе искренне и настоящему. Научиться полюбить это тело. Полюбить это тело. И вернуться к себе, полюбить себя. И начать чистить себя. Не только мыться. Да. Но и внутри самое ценное, самое основное. Самое ценное. Научиться убирать психику. Да. Научиться наводить порядок психики. Потому что она настолько загрязнена, настолько загрязнена, ведь человек даже не научен, не приучен, не научен, и нигде даже не получает этого знания. оно закрыто, что себя надо чистить внутри. Себя. А на самом деле, получается, надо благодарить. Это момент, с которого, если человек с 21 года начинает чистить себя и не загрязняет свое тело, процесс старения выключается. Да. Да. И он у него не включится. Да. И он живет в интересе, он живет в абсолютной гармонии с собой, в балансе. Все, он бесконечен, он бессмертен, он ресурс, чистый, живой ресурс. Да. Потому что, когда мы приходим к этому в 50 лет, мы понимаем, что нам надо отматывать. Да. А когда мы осознаем, что этому можно научить наших детей, а этому сложно научить детей, потому что в это время идет максимальное вовлечение в коллективное. То есть, по сути дела, вау, весь мир передо мной. Тут я на гонках, тут я в магазине, тут я на мотивах, тут я еще куда-нибудь. На сноуборде. На сноуборде, тут еще куда-нибудь. Тут все одновременно, весь мир перед тобой. Но при этом этот мир от тебя никуда не девается, если ты развернут к себе и понимаешь, я кайфую, и я могу кайфовать, кайфовать, кайфовать бесконечно. Вопрос, я развернут наружу или я развернут вовнутрь? Да, к себе. Все, научиться разворачиваться вовнутрь в каждый момент здесь и сейчас. Действие может быть одним и тем же. Да. Вопрос восприятия, куда развернуто восприятие? Вот оно управление восприятием. Да. То, о чем мы толдычим в самой первой книжке. Точно, точно, точно. А, кстати, до написания первой книги мне даже было интересно, на эту тему нормальных книг вообще не было по восприятию. То есть люди не занимались восприятием. Да. И твоя книга, кстати, вот это управление восприятием, да? Это же ведь книга еще до инфодайвинга. До инфодайвинга. Она сжатая, концентрат. Согласись. Она сжала все психотехники и гипноз. И ровно подвела, показала, вот ваше объективное восприятие. Оно положено в одну книжку. Там выжимка просто в одной книжке, да. И потом пошло, оно уже инфодайвин пошло. Заметь, объективное восприятие, ну, пускай две книги, книга один, два, да? Одна книга, само восприятие, одна книга управления бессознательным, это все, что касается контрактов на бессознательном уровне. В объективном восприятии. Техники влияния. А по инфодайвингу сколько книг? Еще восемь сверху. И еще будут написаны. И еще будут, да. Вот оно. Вот оно коллективное, а вот оно субъективное. И получается, что ослана-то и не заметили. Весь мир живет в объективном, ослана-то и не видит. На мухе все внимание сосредоточено, на бзыкающей. И яйца раскладывающей по мозгам. И потом смотришь, у кого какие-то черви в башке живут. Да. И тогда, когда родители не вкладывают в своих детей, потому что нечего вложить, в самих нету, и говорят, я тебя родил, ты уже развивайся сам. Как там дальше? Выбрасывают. Ну, где ты родишься? Тут вот в этом выброшенном, выброшенном ты и родишься. В этом мусоре ты и родишься. В этом мусоре ты и родишься. И так, вот он плевок, свой собственный огород. Как принято воспитывать в США, как принято воспитывать у нас. У нас когда-то все время ставили в приоритеты европейские ценности, американские. Да, да, да. Вот в США 18 лет выкинули, иди и плыви сюда. Это, блин, вот оно. Ну и где ты потом родишься? Вот оно куда пришло. Вот оно семейная ценность. Опять-таки, все время в Советском Союзе заботились о женской чистоте. Да? Говорили о невинности, в подоле не принести и так далее. И это ценилось. В 80-е годы. Как это все обвалилось вместе с берлинской стеной. В 90-е, да, вместе с берлинской стеной. Все это рухнуло. И в момент распада Советского Союза путано обесценивание ценностей и так далее. Все это покатилось в трам-тарарарах. И теперь пожинается то, что посеяно. Собирайте урожай. Безмозглость. Потому что вам же рождаться в этом роду. И нести ровно то, что вы посеяли. Да, потеряна ценность. Вот она ценность себя, вот она ценность тела, вот она ценность чистоты. Искренности отношений. Вот она целостность. Вот она целостность. Это все об этом. Это все об одном. Да, и на самом деле это так. Как интересно все. Боже, как вот, когда ты осознаешь вот эту глубину, и она еще больше расширяется, раскрывается, да, и это кажется настолько, вот оно прям под носом лежит, вот оно, вот прям вот, в каждом слове, да, а человек нет, не видит вообще. И ты ему разжевываешь. Но он уже, согласись, что... Когда разжевываешь, слышит. Уже, да. Часть людей просыпается. Да, да. Сейчас много сознаний просыпается. Очень, очень... Тяжело идет, но много сознаний просыпается. Но мы с тобой чаще и чаще слышим именно, что прочитав наши книги... Только после прочтения... Человек воспринимает информацию, да. Он начинает слышать себя, он начинает чувствовать себя, и он начинает идти к себе. Да. И книги еще отфильтровывают тех, кто бежит за концепцией, чтобы быстренько ее перепродать. Да, да, да. Они очень классно отфильтровывают людей, которые... То есть им даже вообще не надо приходить на курсы или на тренинги, тратить заряд деньги и все. Да. То есть это не ваше. Вы еще не наигрались. Инфодайинг – это про завершение игры, про создание своей собственной из искренности и любви к себе. Да. Ключ искренности, любовь к себе. Из интереса. Да, да. А когда человек бежит за деньгами, когда человек бежит за подменами, в клювике схватил, чтобы что-то, чтобы показать другим мартышкам, что я умный, ну, это не про инфодайинг. И тогда нечего тратить время, нечего сюда приходить. Поэтому я понимаю, что... Ты искажаешь информацию, ты плюешь в свой собственный колодец. Ты врешь, да. Ты ее не осознал, и ты начал искажать. И все. И ты себе нагадил еще больше. Поэтому здесь, вот когда человек приходит в инфодайинг, здесь очень-очень сильно поднимается ценности, осознанность и так далее. И это и ответственность. И человек только через осознавание, что он делает и зачем он сюда приходит. Поэтому вот на Сабришине скоро заработают разделы психология и экстрасенсорика. И у людей будет возможность работать, просто пользоваться платформой. Потому что платформа реально очень много возможностей дает. Тех, которых сейчас не дает ни Google, ни что. Но при этом именно сам инфодайвинг остается инфодайвингом. То есть, насколько человек готов быть искренним и быть самим собой. Потому что здесь нету концепции. Здесь есть свой жизненный опыт. И есть осознание. И есть возвращение к себе. И если ты через работу возвращаешься к себе, то значит, ты на верном пути. Если ты через работу размазываешься по-наружному. А как отличить, размазываешься ли ты по-наружному. Вот смотри. Самый простой пример. Мы когда ставим расписание. Как мы ставим? Во-первых, когда нам удобно. То есть, наши стримы сейчас идут в понедельник в 6 часов вечера. Людям это неудобно. Они с работы не доехали. Но мы понимаем, что у нас потом будет погружение. Поэтому нам удобно. Ты уже приехала ко мне. Мы ставим это под себя. И то, что это не пятница, а понедельник. Потому что в пятницу мы проводим со своими детьми. Да. То есть, мы это ставим под себя. Нам так удобно. Потом, когда мы начинаем смотреть те же курсы, мы берем те курсы, которые мы ставим, чтобы у нас было развитие и движение дальше. То есть, мы заботимся о себе. И, соответственно, те люди, которые приходят к нам, получают реальные и знания, и все. То есть, там нету лжи, нету подмены. Потому что идет сразу вин-вин. Закон парадокса работает. Когда мы берем тематику, мы берем тематику, которая нам интересна. Интересно, да. Смотри, как делают психологи или те, кто называют себя экстрасенсами, да иногда и инфодайверы этим шалят, которые еще не догнали суть. Ставится. Мы поставим для вас тему, скажите, какая тема вам интересна. А мы вам споем на любую тему, которую вы нам зададите. Я вас обучу чему угодно, только скажите, что вам нравится. Подстроюсь под вас. Подстроюсь под вас. Ой, сейчас модно вот это, значит, я прогуглю, что модно и ровненько повторю. Заметь, наши тренинги, даже тема счастья, как она сейчас пошла в популяризацию. Люди начинают все обучать счастью. Более того, я когда слышу вот этих товарищей, которые смотрели наши видео, пытаются их пересказать, и у них даже не получается говорить про осознанность, потому что у них мозгов не хватает. Чтобы собрать все в пучок. Блин, так отжалей уже ты денег, купи-то эти книги, да, для того, чтобы у тебя хотя бы мозги заработали. Если ты уже начал что-то ловить тут, да. Да, если ты уже сидишь на этом канале, и если ты смотришь, и если даже пытаешься обучать. Будь ты специалистом в этом, будь ты уже в этом деле до конца. Да, позволь же себе. Не бедный человек, да. Купи, почитай и разбери. Что ж ты воруешь кусочек? Ты же... Ты бери целиком. Да, уважай себя. Да, и когда до тебя дойдет, что ты сейчас просто подворовываешь и клюешь кусочек в свой колодец, в какой-то момент дойдет, блин, я вообще кругу несу. Потому что даже вот этот ролик с проосознанностью, я просто поняла, что человек вообще набор слов. Набор слов. Тупо набор слов. А мозга нет. Ну так позволь себе почитать книги, позволь себе разобраться в теме, удели этому внимания. Да. А не просто рекламку кинул, и все. О, все прибегите ко мне, я вас обслужу. Да. Я вас в попу зацелую, еще бесплатно. А мы ставим именно то, что нам. Нам интересно. И мы в этом потоке интереса мы валим вместе со всеми. Все. И тогда люди получают. Получают что? Ресурс. Наташа, ресурс. Потому что в это время мы что? Мы просто вот, мы боги в этом деле. Мы ресурс, да? И получают ресурс. А если мы во лжи, под, то мы... И тогда и получаешь вот эту ложь снаружи, скукожевую. Да, и скажем. И потом гордо пересказываешь. Он меня научил вот этому, этому и вот этому. Все очень структурировано. Даже под запись. И где ты этим воспользовался? Ты стал от этого счастлив? У тебя мозгов от этого добавилось? Да. И вот смотришь на это и понимаешь, да? Да. Надо научиться чувствовать живой интерес. И вот там родниковая живая вода. Да? А когда ты подстраиваешься, без интереса не бывает? Никогда не будет, да. Казалось бы, как это? Любовь и интерес разные вещи. Да ни хрена. Сперва тебе интересен этот человек, и ты в него влюбляешься. Любви без интереса не бывает. Да, да. Потому что интерес это то, что заставляет вращаться наш день, ночь, день, ночь. Да, да. И поэтому я наши книги называю золотыми скидками. Ресурс. Теперь понимаю, почему. Ресурс. И поэтому они написаны в таком простом ключе, что их будут читать и дети. Да, да. Как Гарри Поттера читали. Да, да, да. Только там был вымысел, а здесь правда. Здесь реальная история. Гарри Поттер, он да, он просто уже это там. Да. А это? Ну, когда начинаешь раскладывать, у меня муж говорит, когда начинаешь читать про белую, черную, говорит, мне просто говорит мозг. Ну, так это самая сложная книга на самом деле. На самом деле. Особенно для ума, представляешь? Да, да. Для ума это же вообще. А мы с тобой, смотри, а ведь мы, а эта информация пошла а мы себе позволили. Да. Мы уму сказали, слышишь, стой и слушай. И мы тебя будем наполнять. Все. Мы позволили себе. Мы раскрылись. Мы вышли за рамки. Вышли за рамки. Парадокс. Мы вышли за рамки себя, а при этом мы развернулись к себе полностью. И после вот этой черной книги какой разворот пошел. Да, да. Полностью раскладка любого человека. Абсолютно. Ну, для этого надо иметь состояние счастья, постоянное. Вот оно счастье. Потом мы обратили внимание на коллективное бессознательное. Как бессознательное. Я когда, вообще тогда, вот это же в то время попал материал в руки, кстати, благодаря нашему институту, что надсознание и подсознание психология отказывается от этих терминов, потому что все теперь называется по юнгу коллективным бессознательным. И меня тогда я помню как? Я помню черную и белую. Я помню надсознание, то, что мы прошли. Там может надсознание войти любой человек, да? А в подсознание уже не любой человек. Уже только женщина с чистым зеркалом. Пока нет чистого зеркала, ты туда не войдешь. И я помню, когда вдруг это все смешали в одну кучу и назвали коллективным бессознательным, а мы когда разбирались в надсознании здесь коллективное бессознательное, здесь коллективное, здесь коллективное. И в отражении то же самое, да? И тут ты так смотришь. Стоп, братцы. Стоп, братцы. А там только сектора, вы врете. Вы просто взяли, так как вы там не разобрались. Вот грубо говоря, там есть рис, там есть фасоль, там есть гречка. И это лежит в разных мешочках. А так как у вас нет ума, вы взяли это все, высыпали, перемешали и сказали это все у нас теперь будет Крупа. Крупа. Рис, фасоль и гречка, да? Одним словом. Крупа. Ну это же нет большого ума. Отожда. Давайте-ка разберем. Давай-ка разберем, да, как Золушка. И мы вот с тобой, когда мы это уже разобрали, когда увидели. Поэтому коллективное бессознательное и начинается с наезда на Юнга, да, потому что это только бессознательные люди в коматозном состоянии могли такую чушь написать. Вот. И потом пошли уже книги, когда пошло знание, а знание, оно уже просто фонтаном пошло. Когда ты начал видеть, как это все накладывать на жизнь, на реальность, на социум, как это будет проявляться. это было очевидно. То есть там такие вещи глубинные пошли, а потом, когда глубина... А потом глубина, а потом, когда парадокс раскладываться, то это вообще... А глубина, она действительно глубина. Но глубину ты еще можешь брать в обычном восприятии, да? А уже парадоксальное восприятие, тут уже надо изменить, тут уже только управление восприятием. Не изменив восприятие на парадоксальное, половину информации остается за кадром. То есть таким образом парадокс защитился от вторжения грязных. Точно. И от вторжения сознания нечеловеческого порядка. Все. Вот говорят, знания должны быть защищены. Вот оно. Оно так защищено. Ты читаешь... Просто невозможно по-другому. И ты читаешь просто предложение. Да. У тебя за предложением не следует тот блок информации, вызывающий осознание, озарение. Все. Если ты вышел сюда чистый и в парадоксальном восприятии, у тебя за каждым предложением еще идет блок информации. Это как этот замок сейфа раскрывается, здание раскрывается. Распаковка идет. Распаковочка идет. Все. У тебя пошли глубинные осознавания. Да. До свидания. До свидания.